Михаил Ефимович, Михаил Викторович, Олег Валерьевич, Егор Васильевич сейчас в данное время на больничном, поэтому выступлю я, замглавы Михаил Павлович. Как мы все знаем, то что в прошлом году у нас прошел первый инвестиционный форум, и по итогам выработанных решений муниципального образования «Жерский наслег» проведена работа по созданию условий для развития малого предпринимательства путем организации программы «Социальный контракт». В прошлом году и в этом году по программе победили три проекта. Это создание кондитерской кухни для приготовления мучных изделий для населения, примерно сумма 190 тысяч рублей. Также оказание услуг для населения по распиловке мяса, а также открытие цеха упаковки металла по заказу населения. В данное время ведется работа по открытию статуса индивидуального предпринимателя. Также следующий проект победил изготовление тротуарной плитки для продажи как населению, так и жителям Улуса по их заказу с дальнейшим сбытом по республике. И в данное время по этому проекту открыт статус индивидуального предпринимателя с открытием одного рабочего места. Также в муниципальном образовании «Жерский наслег» проведена работа по содействию малого предпринимательства в агропромышленной сфере. Так, в этом году было передано 1128 гектар земли и сельхозназначение на безвозмездной основе. Так, по примеру прошлого года на нашем муниципальном образовании было всего освоено 400 гектар земель. И перспективой развития ожидается 100% освоение переданных земель, то есть 1128 гектар. По созданию условий для развития малого предпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной продукции заключено соглашение с сельскохозяйственным перерабатывающим комплексом «Ханалас-Ас» об открытии в селе Улахан цеха по производству сыра. Для этого от имени нашей администрации отведено отдельное здание и также есть земля под строительство цеха. В сфере туризма по муниципальному образованию у нас ведутся работы по организации музея под открытым небом «Юст-Серге» или же «Три священные канавязи». Музей находится при Улаханской среднеобщеобразовательной школе имени Андрея Ивановича Притузова. В самом музее у нас планируется открытие нескольких старинных экспонатов, показывающих и открывающих быт ремесло ямщиков прошлых времен, а также быт и ремесло якутов тех же времен. По нашим предположениям, этот музей будет очень активно пользоваться успехом у туристов, так как он находится на пути следования к важным туристическим объектам в Анголасском Улусе. Кратко у меня... Так, Михаил Викторович? Так, Михаил Павлович, у меня к вам один вопрос. Вот вы озвучили, что передано на безвозмездной основе предпринимателям 1128 гектаров земли, сельхозназначения. Из них в текущем году освоили 400 гектаров земли, то есть освоены, да? И в перспективе, вот 100%, как вы говорите, ожидается освоение передано на земель, то через сколько лет вы ожидаете освоения, на ваш взгляд? На наш взгляд, вот как говорил Олег Валерьевич, в основном большая часть земель переданной Денисовой Евдокии, это 839 гектар. Она уже их практически полностью освоила, а остальные гектары у нас взяли вот только, можно сказать, практически осенью. Освоение ждем где-то через два года, потому что полностью работы все проведены по орошению земель и ожидаем через два года. Можно сказать, что более 70% земель у нас освоится в следующем году. Продолжение следует... Продолжение следует...